всем привет а вы знаете как развалить практически любое уголовное дело очень просто нужно отправить на самую передовую борьбы с преступностью нашу новую полицию об этом сюжет смотрим никогда не буду забывать а вы кто а вы кто могли бы представиться если вы сотрудник полиции можно просто не вряд ли шишак павел александрович переверит скажите задержание это понял уже произошло да все давайте куда давайте я ставил руками только не трогайте меня в следующий раз шишак полицейских снимаю а что они делают тебе интересны ну естественно они же могут беспределить нет мы все не беспределим я тоже сотрудник полиции мы задержали задержали воров сейчас ждем оперативного отчета такая реакция караться пока просто странно здесь производится следствие действия зачем тебе следственные вот сейчас здесь пройдет сейчас кресток от патрульную полицию сейчас при исследователь будет будет заниматься судьбой следователь я вижу какого сотрудник полиции вы не знаете что следственные действия я смотрю шарифа по карману присущие полицейские видео я уже стою а то что это такое гражданской форме лазит по карману как вам разница ну если караман я вообще раз объяснил полицейский или кто вы всю стихи все я не знаю беспредел какой-то а вы журналист серьезно ну просто журналист интересно только вы шишаку представьте сразу чтоб он не это сам правильно про снимать снимать помню журналист может снимать везде в любой точке полицейский надо это знать шишак это вы меня можете потолкать шишак это уже статья уголовная вы кто мужчина вы кто вы представьте свое удостоверение пожалуйста мне статья 18 из плана украины чего национальная полиция часть 3 если вы полицей из-за данной и представит из-за чего ты должен вон в смысле из-за чего просто ты полицейский или ты клоун какой-то ряжен полицейский предоставить удостоверением если ты полицейский ты обязан это сделать по моему первому требованию ваш здесь что-то интересует да твое удостоверение у вас какая-то проблема да и проблем удостоверение покажешь битте заявку лапиться какого-то вы издание журналисты вот народы гонят шишак так это статья этаж препятствия журналистка деятельность это статья уголовность по херу и на уголовье на уголовье статье лишь препятствуешь деяги да не в курсе что журналист может снимать везде находиться абсолютно это меня ты можешь потолкать его не тяните ленточку вот тогда он будет за ленточкой находиться как за ней так и внутри это не имеет никакого значения он журналист что добрый шо добрый шо ж добрый шо в тему доброго шо в доброго в том и что ты сядешь тебе нравится я тебе не угрожаю я говорю что ты можешь сесть за то что ты препятствуешь журналистской деятельности понимаешь не понимаешь а добрый шо в гибли люди они до вопроса не я просто я умиляюсь вот вообще ничего не бояться настолько бы я не знаю я вообще не знаю что там что там произошло потому что двое в наручниках или трое я заснял как они по вещам у них рылись самостоятельно по карманам лазили вот этот товарищ по карманам лазил непонятно вообще непонятно кто-то при тех это кто такой это кто такой не знаю о чем присутствует твоем шарился по карманам у людей так надо вечно плачется ну шо ну ты стояла я стоял снимал ну не клей дурака шиша ну шо ты выберешь один рождение что-то улыбаешь ахи я вообще варю с вас такой вот получился сюжет вот меня он там толкал несколько раз не объясняя причин потом еще журналиста начал толкать да реально пришел журналист сказал удостоверение пофиг шишаку абсолютно по барабану говорит да конечно снимайте но только туда идите там снимать журналист может снимать где угодно то есть это уже препятствование журналистской деятельности и в принципе при желании там можно и на уголовную статью накрутить что еще потом этот товарищ как оказалось оперативник ну реально бухой короче ну ладно тоже бог с ним но самое главное самое главное то что они там рылись по вещам у человека рылись по автомобилю они рылись по карманам там два или три задержанных было я так и не понял рылись по карманам причем вы видели там был такой фрагмент очень интересный там этот опер рылся по карманам у одного из задержанных и я шишаку об этом сказал а шишаку говорит я не знаю кто это такой но вот это вот идиотская клоунада от наших полицейских это просто я вот умиляюсь ну вот реально настолько ну реально неадекватные люди просто не понимают что они делают и вот самое главное в этом всем если найдется нормальный потом адвокат вот у этих задержанных да пусть допустим допустим они действительно кого-то ограбили да либо там украли потому что и говорили украли ограбили непонятно допустим это настоящие преступники действовали они группой до что является квалифицирующим признаком то есть что отягчает их вину и эти вот товарищи вместе с шишаку столько накосячили то что они рассказывали что это следственное действие полная чушь никакие это не следственное действие хотя бы как минимум только лишь потому что никто это не протоколировал все действовалось просто так ручками ручками и вот когда это видео и видео с боди камер попадет в руки к адвокату который будет защищать вот этих вот задержанных но которых подозревают в уголовном правонарушении все эти доказательства которые они собрали они просто будут признаны недопустимыми и просто это все дело развалится понимаете вот насколько вот система этой нашей полиции просто идиотская абсолютно идиотская нормальные граждане которые там ничего не нарушили которые просто отказались предъявить документы они получают полный букет их и ломают и задерживают и наручники одевают в автомобили залазят потом все это рассыпается в судах и как бы получается все нормальные полицейские не виноваты но человек получил определенную дозу негатива от действий полиции а реальные преступники имеют все возможности потом уйти от ответственности абсолютно законным способом только лишь потому что у нас полицейские не знают двух самых важных вещей и же все это мы не научили что нужно в первую очередь соблюсти права человека и гражданина во вторую соблюсти процедуры установлены законодательством если они первое и второе не соблюдают то все тю тю привет какие бы там не были еще иные там обстоятельства все правонарушитель уходит от ответственности абсолютно законно уходит поэтому этому их нужно было научить не нужно им их было даже учить я не знаю из пистолетов стрелять но этом их необходимо было научить их никто этому не научил два года прошло и до сих пор они этого не понимают он стоит шишат улыбается и смеется в лицо и понимаешь ты ничего не будет абсолютно за его и скажем так правонарушения в мою сторону в сторону журналиста а также ему ничего абсолютно не будет после того как это дело развалится в суде понимаете полный бред нафига нам такая полиция не понимаем ну и что завтра у нас день конституции да ребята что всех днем конституции пока а